Играй гармонь, цвети душа. В Хабаровском доме ветеранов номер 2 веселая и хлопотная пора. Сейчас пенсионеры здесь наводят порядок. В этом году они в очередной раз участвуют в конкурсе на лучшее цветочное оформление. Создают красоту не только ради грамоты, а по большей части для себя. Принести людям радость. Есть такое понятие цветовая терапия. Люди притягиваются к красоте и когда они что-то видят красивое, у них появляется стремление жить. Это фактор психологический, это не мной придумано. Есть специальная программа работы в Санкт-Петербурге. И мы начали потихонечку каждый год наращивать темпы. С помощью их самостоятельно увеличивать нашу красоту, которую вы видите перед собой. В этом году на дворовой территории дома ветеранов высадили трозы, астры и чернопривчики. В наведении красоты участвует более 40 человек. Они пришли поработать и пообщаться. Я этих людей не понимаю, которые сидят дома, ничего не хотят, ничего делать. Я всю жизнь делала, поэтому и сейчас, хоть мне столько лет, пусть я, конечно, не могу такую делать работу, но я хочу вместе с людьми быть, хоть здесь побыть. Пенсионеры говорят, движение – это жизнь. А подобные работы на клумбах для них в радость. Поэтому с высоты своих лет советуют молодым отлипать от компьютеров и гулять вот в таких благоухающих садах. Побольше двигаться, побольше работать. На свежей воздухе. Да, побольше работать. Движение, движение – это же жизнь. Спортом заниматься, гулять, ходить. А компьютер – это меньше времени уделять компьютеру. Они туда молодые, все туда залезли, и оттуда их не вытащишь. Мы стараемся для Хабаровска, для хабаровчан, чтобы было видно, показать, что город красивый. Ведь правда же город красивый. Посмотри, вот вам пример, что на окраине города Хабаровска есть красота. За цветущий Хабаровск Павел Игошин и Дмитрий Комков. Программа «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин